Да, я хотел задать уже вопрос как ресурсник по поводу поселка Малиновка. В связи с тем, что выпадающие доходы не выплачиваются предприятию уже в течение 9 месяцев. Возникла ситуация с энергосбытом. Около 2 миллионов образовалась задолженность по оплате электроэнергии. Энергосбыт, руководитель энергосбыта присутствует здесь. Я летом просил, неоднократно обращался к вам, как администрации Ачинского района. На предпоследнем совещании просил, что не за горами начало отопительного сезона. Выплатите неподающие доходы. Воз и ныне сам. Сейчас энергосбыт меня ограничил. Я вас предупреждал и письмами, писал буквально на всех. И на прокуратуру, и на руководителя службы заказчика, администрацию, районный совет. На председателе никаких действий не происходило. Вот сейчас сложилась какая-то ситуация. На 10% ограничили потребление электроэнергии. Эти ограничения ввели на центральном тепловом пункте. Котельная у нас запустилась. Мы останавливали ее на 10 дней. А так фактически все лето котельная работала. Вырабатывала горячую воду, подавала в поселок. Сейчас начало отопительного сезона. На ЦТП расположены повысительные насосы. Каким образом я могу подать тепло в дома? Это технически невозможно. Если только не снимет ограничение энергосбыт. Вот у меня лежит исковое заявление. 22 тысячи. Они, значит, на меня еще дополнительно к миллиону. Но они пока на миллион подали. Я могу рассказать, как будет разворачиваться ситуация. Сейчас, естественно, суд примет решение о взыскании. Мне на счет выставят инкассовое поручение. И все. В банке я не смогу оплачивать. Людям выплачивать заработную плату, пока не погашу этот миллион. Не смогу покупать запчасти, ну и, соответственно, и уголь завозить на котельной. Как вы можете увеличить? А, ну вот еще, чтобы для общего понимания было. Сейчас, если вот только не разрешится положительно вопрос с энергосбытом, я подать тепло. Котельная готова, сети готовы, скважины готовы, предприятие готово, все там. Персонал обучен, ремонт произведет. Но из-за того, что на ЦТП у меня сейчас опломбированы повысительные сетевые насосы, давления хватает только достаточно на горячее водоснабжение. И буквально там по просьбе руководителей школы и детского сада мы подали тепло в это самое, в дошкольные учебные вот эти вот заведения. Сейчас в целом сетевых насосов, давления, не хватит подать тепло это на поселок. Будет циркуляция идти, только может быть, ну по самим сетям. Потому как схема циркуляции, это самая система теплоснабжения, централизованная в поселке, многоэтажные дома. Вы, ну я надеюсь, все специалисты, кто в администрации находится, давление, чтобы создать надо на пятый этаж, чтобы оно поднялось, теплоноситель и опустилось. До пятых этажей вода у нас не пойдет. Она будет циркулировать только по магистральным сетям, ну может быть, еще по улицам коттеджа, одноэтажные будут с теплом. Хотелось бы услышать внятный ответ. Так, у нас такая же должность сегодня у нас ЖКС энергоресурсов. Доброе имя. Два миллиона. В порядку задовых вопросов отвечаю. Выпадающие доходы по управляющей компании в размере миллион четыреста пятьдесят, которые у меня, по крайней мере, в росписи стоят, будут вам оплачены с урок до двадцатого октября, потому что раньше мы не сможем оплатить. Что касается выпадающих доходов по ресурсно-собращающей организации, не могут быть оплачены. По той причине, что в наш адрес поступило предписание УФАС по Красноярскому краю о незаконности заключения договоров между Малиновкой и ресурсно-собращенной организацией. Заседание рассмотрено 27 числа. Только после рассмотрения заседания мы можем принять решение. Я не могу гарантировать, по крайней мере, со своей стороны, я не знаю, кто возьмет на себя такую ответственность, выплатить упадающие доходы на сегодняшний день по ЖКС, потому что у нас два предписания УФАСа по Красноярскому краю. Коль таковое предписание существует, говорить о том и пообещать вам, я не помню, вы меня знаете. Уважаемый Владимир Николаевич, у меня вопрос. Почему по управляющей компании только возможность оплатить, миллион четыреста пятьдесят, вы довели до судебных исков, ситуацию возникает только сейчас? Что до этого мешало вам по управляющей компании? Я вам говорил, если по ресурсоснабжающей по Ачинскому ЖКС вы считаете, что у меня договора незаконные, вы выплатить не можете, по управляющей компании все предприятия получали выпадающие доходы, чтобы всем присутствующим было понятно и известно, начинают выплачиваться после утверждения тарифов региональной энергетической комиссии. Тарифы были утверждены, все документы, вся процедура была соблюдена. Но тем не менее, вы вот сейчас своими действиями или же, я не знаю, чьим-то маслинным упрямством подводите руководителя управления строительством ЖКХ либо к статье какой-то, либо превышение, либо еще что-то там ему будет грозить. На основании чего он в течение 9, ну октябрь будет 10 месяц, уже 10 месяцев, у нас фактически год, вы не выплачивали выпадающие доходы. Вы, ну что, нас сейчас хотите осчастливить? Тогда мне скажите, кто будет платить вот сейчас вот пеневку 18 тысяч, там в пределах 40 тысяч, я с миллиона еще должен заплатить денег, энергосбыт, за несвоевременную оплату, за потребленную электроэнергию. Вы так с легкостью говорите, что 25 числа будет выплачено по управляющим. Хорошо? У меня опять второй вопрос еще возникает. Почему такие же договора у нас заключены, как вы считаете, что у меня он незаконный, а такой же договор заключен на территориях Причулынского и Горновского сельских советов по острой холдинг. Один в один, без аукциона на 11 месяцев, им почему-то ничто не мешает, ни совесть, ни закон выплачивать выпадающие доходы. А здесь вы, у меня просто складывается впечатление, что вы из-за того, что Малиновка взяла на себя полномочия и решила работать самостоятельно на территории, так как вы не захотели продлевать вот эти договора. Ну, в частности, я так получил, что являюсь ресурсником и директором этих предприятий. Отказали. Малиновка была вынуждена забрать на себя полномочия. Заключили договора. Если вы заботитесь о населении, о народе, вот у вас фраза прозвучала, как бы еще, о том, что вы будете соблюдать закон. Да закон-то естественный, будем все соблюдать, нас контролируют тут. А в первую очередь-то думать надо о населении, о людях. В первую очередь. А вы абсолютно не думаете. Вы, как бы, пользуясь вот этой вот ситуацией, хотите, ну, экономические предприятия Ачинский РЖКС работают с 2006 года. Это два предприятия на территории Ачинского района, РКХ и Ачинский РЖКС, работают еще, фактически, с 2000-х годов. Вы их хотите угробить. Вы вот пришли, сейчас одно предприятие завели, МУП создали, другое, потом экономика на предприятии-то рушится. Благодаря вашим... Спасибо за вопрос, я вам отвечу. Я никогда не был болтуном, и вам повторю. Я вам не сказал... В нарушение закона федерального, я вам лично подписал, значит, контракт о продвижении полномочий по вам до вот этого, о чем сейчас сожалею, потому что вы мне лично, значит, сейчас пытаетесь, ну, обвинить в моей, ну, некомпетентности в сфере ЖКХ. Я при всех... Нет, я это слушаю. Я при всех говорю, что я в нарушении федерального закона вам по Малиновке подписал закон, благодаря которому вы остались на рынке. То, что вы сейчас упрекаете меня, ну, я считаю, что с вашей стороны просто непонятно. Хорошо. Дальше до большого, я документы все вам принесу. Значит, вы к этой ситуации сами пришли, значит, то, что вы сегодня на рынке незаконно, я в этом не сомневаюсь, по выпадающим доходам он будет выплатить, все остальное только через суд. А стройхолдинг? Через суд. Через суд все. Там никаких проблем нет, проблемы вы сами себе создали. Вы сделали на себе полномочия, будьте добры, выполните эти полномочия. А подвигли-то к этому кто? Я вас не двигал ни в ЖКХ, ни из ЖКХ. Дмитрий Роман Владимирович, а вы сами-то пытались вот, ну, как-то эту ситуацию разрулить? Вот директор сидит, он говорит, что-то даже разговоры не было. Куда, куда разрулить и с кем? Ну, как куда? Договориться, там, расписать, через год может рассчитаться эти долги, расписать там каждый месяц. С кем? Рассчитаться, если ему не платят. Вы о чем говорите, если приятию положено выплатят? Не платят, он за счет всего рассчитывал за собой. Не знаю, а сейчас люди, что, мерзнуть будут, что ли? Этот вопрос не выносили на комиссию. Ну, а как я подам? Головаров, разберитесь в кабинете. Не выносили этот вопрос на комиссию как? Когда в кабинете не получается, что люди идут в народ. Когда не получается в кабинете, люди идут в народ. А Владимир Николаевич Юлий сидит. Потихоньку. Правильно, если не платят. Вот тут написано. Мы ведь все живем, понимаете, Ачинский район. А готовность объектов ЖКХ Ачинского района к отопительному берегу. Ну, не финансовый вопрос уже сейчас решили. А это финансовая основная подготовка. Малиновка-то не готова, так, если выходит. Тепла-то не будет. Малиновка готова. Не, она готова, тепла не будет. Из-за того, что... Я смотрю, тут у меня завезено 1250 тонн. Викрование, правильно? И что? Нет, говорят, не готова. Все же готово. Как она готова? Я вам еще раз говорю. На котельная готова. На территории поселка расположен центральный тепловой мунт, где происходит приготовление горячей воды и повысительные насосы на ЦТП. С котельной подается теплоноситель на эти насосы. Именно эти насосы энергосбытом сейчас опломбированы. Их я не имею права включать. До оплаты вот этой вот задолженности по электроэнергии. Сейчас надо вопрос решать. Если вот Владимир Николаевич говорит, что с МОПом они ведут переговоры с Яченко по поводу реструктуризации этого долга. Аналогичным способом надо вопрос решать, чтобы... Виктор, так вы бы так сказали, а не обвиняли в том, что почему сложилась ситуация, почему мы довели до такой ситуации. Вы понимаете? У нас тысяча мнений. Вы же не отвечаете. А вы мне лично такой помощи и не просили, если честно говорить. Ну, надо же. Ну, а как вы? Почему я должен просить? Да не должны вы просить. Ну, надо быть корректным по отношению к коллегам и к другим. Тогда ответьте корректно. Если вы пунктуальный такой человек, скажите, почему 20 октября только будут выпадающие по управляющим компаниям. Я, может, два раза объяснял, не хочу третье нас объяснять. Ну, может, я плохо слышу или... Ну, не буду я вам это объяснять. Я его два раза объяснял и на той комиссии объяснял. Устаю уже объяснять одно и то же. Можно у меня... А почему тогда переверли и уплатить? Вы тоже не можете объяснить. Давайте. А что у нас представители энергосбыта скажут на эту? Да, у нас... Что, какие-то отдельные будут подключены вовремя, какие-то не будут. То есть, территория по ситуациям, по вот этим платежам. Ну, что, наверное, все-таки с хорошего смупа. Действительно, по муку вопрос решен. Мы получили гарантийное письмо от администрации. По платежеспособности, в принципе, сомневаться приходится. Мы заключили агентский договор по сбору платежей. То есть, именно через единый платежный документ будет с населением собираться платежи. Поэтому, я думаю, в ближайшие 2-3 месяца ситуация по муку выровняется. Исходя из тех ситуаций, которые по другим ресурсам. Ну, Ащинский РЖКС действительно 2 миллиона. Хотелось бы сказать, что ситуация, это не возникло сегодня или вчера. Мы по этой ситуации уже встречались. Я думаю, раз за 4 минимума в этом году. И каждый раз приходили к одному и тому же. Я неоднократно говорил, что придет отопительный сезон, и эту проблему надо решать. У меня есть такой документ, протокол заседания штаба по обеспечению безопасности. При правительстве Красноярского района. Данный протокол от 22 августа. Одним из пунктов здесь, 5.1, есть решение. Глава муниципальных образований обеспечить ликвидацию просроченной задолженности по ресурсоснабжающей организации. И согласование графика. Ну и следовательно отчитаться с данным штабом. Рассылка была всем главным. На сегодняшний день ситуация, как вы и слышали, только по луку хорошая. По остальным ресурсникам такого нет. И что? Завтра электричество в полном объеме не будет подключено? Давайте еще раз повторим. Если будут неким образом предоставлены графики, графики будут согласованы, естественно, все ограничения будут сняты. Может завтра начнется отопительный сезон? Ну, об отопительном сезоне, я начальник, наверное, все знают, и не было необходимости тянуть уже до 14-го сентября. Глава мураво-звучит и задолженность? По Ачинскому РЖКС это 2 миллиона рублей, по РПХ миллион рублей, по РПХ у нас ПДР расторгнут в союне месяце, но все объекты перешли в муку. Тоже одно из предприятий, которое нарастило антибиторскую задолженность и попрощалось со всеми. Это уже не первый случай. Это по другой территории? Ключи. Ключи. Это указ. Поэтому из трех предприятий по муку вопрос будем считать решенным. А строй холдин? Они не рассчитались. Не рассчитались. По муку долг миллион рублей. А по строй холдингу у нас договора нет. И не хватит. Если у нас договора нет, то я не хватит. Если договора нет, то как? Это является бездоговорным потреблением. Сетевая организация терпит потери. А потом как ситуация будет смотреться? По данному предприятию, по предварительным расчетам, то есть бездоговорное потребление, порядка 10 миллионов. Я не могу говорить о точных цифрах. Поскольку не наши расчеты. Не важно. А вот дальше ситуация как будет? Сейчас они там, я насколько знаю, что в судах решение, если примется, заключить с ними договор. Вот эти... Если будет решение о заключении договора, будет заключаться договор. А 10 миллионов на кого я буду? Исходя из решения суда. Понятно. До решения суда готов. Спасибо. Спасибо, Розен Павлович. Завтра футбол. Хотели, да? Хотели бы готовы. Давайте итог-то подведем. Что мне делать? Мне пломбы скрывать сейчас или что делать? Если завтра будет постановление... Я не думаю... Я не думаю, что нужно доводить до этого ситуацию. Конечно. Я не услышал. 20 числа по управляющей компании. Вот там уже будет, наверное, полтора миллиона выпадающих доходов по управляющей компании. Порядка 700 тысяч по РЖКС. По РЖКС это тогда, значит, до конца года по решению суда, да? Так идет? Или как? Где ты взялись? Ну как? График человек требует. Мне, чтобы... Я график вам хоть сегодня вечером этот сделаю, завтра утром он будет лежать у вас. Мне что делать с это самое? Сетевые насосы я имею право включать? Я просто однажды уже случай был, когда мне решение суда исполнялось. Приставы пришли, опечатали котел. Я его самовольно, потому что нечего было запускать на котельной. Больше я на такие вещи не пойду. Не в жизни. Я сорвал эти пломбы, запустил котел. Потом на меня 50 тысяч штрафов пришло. Здесь будет то же самое. Но зачем мы вот это все здесь? Я бы не понимал. Но давайте сделаем проще. Значит, у волны сбыта никогда не было по вашей фирме вопросов о платежеспособности. И никогда не возникало. Возникло вопрос с выпадающими? Вы его задали. Как можно я вам корректно на этот вопрос ответил? Давайте встретимся втроем. Решим эту проблему. Я не вижу нерешаемых проблем в преддверии наступающего. Уважаемый Владимир Николаевич, извините, что перебиваю. Я готов к встрече. Я на предыдущем совещании никогда не могу. Я слышал, что мешало нам встретиться до этого. Почему 14 числа начинают возникать только эти вопросы? А встречи, разговоры пошли, когда уже надо тепло подавать? Я не знаю. Я не знаю, как с ним решать тогда. Давайте на завтра тогда в экстренном порядке собираться и решать вопрос. Почему на завтра? Сегодня еще есть частный рабочий универ. А там сетевая организация, пока они еще с ними сняжутся. Насначите время. Там процедура будет. Насначите время. А что вы нас примите? Да в любое удобное вам время. Там тогда сетевое время. 9 устроит? Хорошо. 9 будет.